Начали! Приглашаем на вечерки и больших и малых! Позабавим всех игрою молодых и старых! Искусницы и баянист в национальных костюмах, старинный интерьер и поделки своими руками. Если бы не селфи, лампа и телефон, эту сцену можно было принять за вечерки из прошлого. Онлайн-мастер-класс по созданию кукол-оберегов – один из пунктов праздничной программы «Ко дню народного единства». В связи с ограничениями, связанные с пандемией, приходится осваивать новые профессии, такие как видеоредактор. Работаем в основном в телефоне. Приходится заранее снимать видеоролики, потом их монтировать и выкладывать в Инстаграм. Сам урок прикладного искусства прошел в Русско-Окташском доме культуры. А ролик появился в соцсетях. Марина Бульц однажды увидела старинную тряпичную куклу и заинтересовалась ее историей. Обязательно, чтобы кукла была безликая. Потому что, если говорили, что нарисовать куколе лицо, то может в нее селиться нечистая сила. И эту куклу уже дарили маленьким девочкам, и она ее берегла до самой свадьбы. Куклу-берегиню мамы делали своим детям. Она хранилась в сундуке вместе с приданным и могла передаваться по наследству. А такую куклу дарили не детям, а взрослым. Такого неразлучника делали родители на свадьбу своим детям. То есть, когда дети рождались, вот здесь повязывалась ниточка. То есть, если родилась девочка, повязали красную ниточку. Родился мальчик, повязали синюю. То есть, она оберегала всю семью. И неразлучники, то есть, муж с женой, жили долго и счастливо. Умелицы знают секреты изготовления около 50 разновидностей оберегов. У каждого из них свое предназначение. Кукла-травница для лечения. В куклу-кропеничку во время уплаты оброка прятали семена. А кукла-капустка помогала обрести суженого. Вот такая куколка выставлялась на окно дома. И те, кто сваты мимо проходили, они уже знали, что, ага, эта девушка готова замуж. И засылались сваты. Не отпустили без подарка и нашу съемочную группу. Вот, чтобы быстрее вы замуж вышли. Вот сюда бусинку повесите. Загадайте желание. И будет это вам оберегом. Спасибо большое. Еще вот такую вам подарили. Это тоже, кстати. Это надо поставить. Ковидные ограничения показали, что для искусства нет преград. Мастер-классы по завязыванию платков, истории национальных головных уборов, танцевальные флэш-мобы. Быть вместе в День народного единства можно и на расстоянии. Всех жителей, дальних и ближних, поздравляем с праздником. И приглашаем всех нас в Русско-Октажский сельский дом культуры на вечерке. Добро пожаловать! Катерина Машинцева, Семен Егоров. Новости Юго-Востока.